Сегодня в Екатеринбург-экспо все в шоколаде. Здесь открылся кулинарный салон, где показали, что можно сделать из сладостей. Оказывается, даже одежду. Убедилась Дарья Степанова. Прямо под крышей выставочного центра расположилась юрта. Принимают всех гостей и сразу усаживают за стол, на котором только национальные башкирские угощения. Это наша обыкновенная, обыденная еда. Башкир. Мы можем каждый день, если, конечно, не надоедать, и бакбалиш готовить, и баусаки, и чак-чак, и все что угодно. Фастфуда здесь не найти. На кулинарном салоне лучшие повара области показывают настоящие шедевры гастрономического искусства. Но жюри оценивают только внешний вид. Пробовать здесь запрещено. Возможно, по этой причине у экспертов появляются нарекания. Очень неплохая глазировка. Очень неплохая. Но никакой сложности в исполнении блюда. Креветки можно было зафоршировать. Впрочем, среди такого разнообразия блюд поварам, похоже, сложно удивить даже посетителей. После меди и мидарьонов из оленины, тушеная семга по рецепту шеф-повара кажется обыденной. Просто красная рыба под мягким соусом. Ничего особенного, но вкусно. Немножко холодная. После плотного обеда здесь можно научиться делать цветы из мастейки, теста и даже карамели. Тут же выставлены готовые работы мастеров. Все картины, натюрморты только из съедобных составляющих. Не съедобные, конечно. Пищевое, все пищевое. Ход конем решила сделать кондитер Алена Никонцева из Нижнего Тагила. На конкурс она привезла шахматную доску из шоколада. А на ней персонажи тоже съедобные. Из сказки «Алиса в стране чудес». Вот это чудо весит больше 30 килограммов. На изготовление съедобного шедевра ушло 10 дней. Розы выполнены тоже не очень сложно. Это обычные искусственные розы. Обмакнуть с одной стороны лепесток в растопленный шоколад, заморозить, а потом просто праздник снимать и собирать розу уже. И даже одежда здесь из шоколада. Цветы и кружева для этого платья делали всем факультетам Тагильского колледжа. А чтобы доставить хрупкий наряд на выставку, пришлось нанимать автобус. Даже несмотря на то, что шоколад уже тает, жалеть о проделанной работе никто не собирается. Жизнь в шоколаде в прямом и переносном смысле. Дарья Степанова, Михаил Медведев. События ОТВ. Дарья Степанова, Михаил Медведев.